Шалом из Иерусалима И мы с вами находимся прямо напротив стены плача Поэтому вы сейчас можете увидеть стену плача, но вы практически не можете увидеть меня Поэтому что мы сделаем, мы сейчас повернем нашу камеру Можно уже увидеть меня И начнем нашу с вами передачу о первой главе Торы Береши, Трайский сад Знаете, Торы это книга архетипов Что это означает? Что все, что написано в Торе, все это о нас сегодня И если мы не знаем, не понимаем что-то в Торе Какое имеет отношение ко мне То, говорят наши мудрецы, это значит, что мы недостаточно просто учили Торы Нам нужно с вами посмотреть на комментаторов Подумать над этим, какое отношение на самом деле то, что написано, имеет ко мне И вот первый человек Адам, который на самом деле архетип всего человечества Помещается в райском саду И Всевышний говорит Адаму не ешь с дерева познания добра и зла Можешь есть со всех других деревьев И задается первый вопрос Ну если Творец не хотел, чтобы человек ел с дерева познания добра и зла Почему он это дерево посадил прямо посередине сада И вообще не оградил его Поставил заборчик, маленькую собачку, ну знаете, херувима со мечом и так далее И ответ, который на самом деле является очень важным вообще для понимания того, что происходит в райском саду и наших основных фундаментальных ошибок Ответ связан с свободой выбора Для того, чтобы иметь свободу выбора, у человека должны были быть возможности Одно нет, которое дает Всевышний человеку, да, дает ему возможность выбора вообще И поэтому свободы выбора Так вот, почему это дерево находится посреди сада? Потому что вот эта вот свобода выбора и правильное использование свободы выбора на самом деле находится именно посреди вообще нашей жизни То есть мы все время с вами выбираем, если мы выбираем правильно, то мы можем создать гармоничные отношения Потому что райский сад это еще и внутреннее состояние внутри самого человека Если мы с вами выбираем неправильно, то мы теряем вот эту гармонию, мы с вами теряем райский сад Так вот, когда приходит змея, первая, на какую больную мозоль она давит как раз женщине Хави именно эту Она говорит, неужели Всевышний запретил вам, так начинает змея, вообще есть со всех деревьев сада И женщина говорит, нет, нет, только с одного дерева нам запретили есть Теперь, в чем здесь дело? Говорит змея, неужели вас так ограничили? И женщина говорит, нет, нас ограничили только в одном И это является как раз западной Это так называемая психологическая перефокусировка Что должна была вообще сказать женщина? Должна сказать, что да, действительно, у нас есть один запрет И этот запрет, это то, что делает нас свободными То есть она должна почувствовать была, что этот запрет дает возможность выбора и свободы выбора А что женщина почувствовала? Змея говорит, неужели вас так ограничены? Женщина говорит, да, но нас ограничили только в одном А как только нам кажется, что нас в чем-то ограничили Еще искусственно, нам тут же этого и хочется Так где здесь ошибка? Ошибка между двумя понятиями Либерализация и свободы Либерализация это возможность выборов Чем больше выборов, тем больше либерализации Это неплохо, но это еще не свобода Свобода это знание цели, в том числе цели жизни И как достичь правильно этой цели Так вот, змея приходит к нам постоянно Вы знаете, если вы светский человек И даже не только светский человек Если вы мужчина, и не только мужчина Приходит змея и говорит, зачем тебе вообще отношения с одной женщиной Когда ты можешь иметь десять Что змея нам не говорит? Она говорит, что для достижения цели А какая сейчас? Чтобы быть счастливым Нужно иметь одни глубокие, замечательные отношения А не десять поверхностных Которые на самом деле приведут только к трагедиям Которые только приведут к боли и так далее То есть, вы понимаете Каждый раз, когда мы, например, начинаем соблюдать Тору И мы начинаем думать о том, чтобы выполнить какую-то заповедь Приходит змея и говорит Слушай, неужели ты себя так действительно будешь ограничивать? Если ты не понимаешь смысл этой заповеди Если ты не понимаешь, что каждая заповедь Это на самом деле еще дополнительная связь с Творцом Что каждая заповедь это потрясающий духовный канал Некого органа внутри нас со Всевышним То нам опять становится как бы плохо Что действительно кто-то нас ограничивает Так вот Адам тоже ест с дерева познания добра и зла Но по другой причине Дело в том, что говорит змея Адаму То, что нам говорят наши каббалисты Говорит, зачем Творец поместил тебя в райском саду? Почему он тебя сразу не поместил в грядущем мире? Для того, чтобы ты своей работой мог создать этот мир Стать партнером со Всевышним И создать последствия своей положительной работы, творческой Вот тот мир, в котором ты будешь на самом обитать Говорит змея человеку Скушай с дерева познания добра и зла И у тебя так будет много работы Теперь, что опять-таки не сказал змея? То, что сказал Всевышний человеку Говорит нам устная традиция Что сказал Всевышний Творец Человеку следующее Говорит, я дам тебе съесть с дерева познания добра и зла Но подожди, ты слишком молод Дело в том, что люди уже на тот момент знали Разницу между добром и злом Когда Всевышний говорит нам Так, не нажимай на эту кнопку, не ешь с этого дерева Мы уже знаем, что есть с этого дерева Это плохо Мы знаем разницу между добрым и злом Но это интеллектуальное знание Плод, дерево познания добра и зла Это уже экспериментальное знание Что это значит? Что это знание, которое пропущено через эмоции И выведено на уровень действий То есть это уже опыт Так вот, есть большая разница Человек может что-то знать интеллектуально Но если он не готов к опыту То опыт может на самом деле его погубить Это то, что происходит на самом деле с Адамом Он ест дерево познания добра и зла Сказано было, что они ноги и не стыдились После этого сказано, что они ноги и они устыдились Давайте посмотрим, что произошло Одна из энергий, которая сломала человека Это сексуальная энергия Кто дает сексуальную энергию человеку? Ответ, конечно же, Всевышний И что говорит Всевышний? Он говорит пру-рву То есть плодись и размножайся Теперь дает Всевышний человеку хорошие вещи Говорит, пользуйся Так что же в этом плохого? Ничего И поэтому они и стыдились Теперь, что дает дерево познания добра и зла Плод, дерево познания добра Он дает ему опыт Как использовать ту же самую энергию в добро и в зло И оказывается, что вот это вот замечательное Фантастическая духовная энергия Которая, если правильно используется Создает максимальную близость между мужчиной и женщиной Души детей приводит сюда Вот та же самая энергия Если она на 180 градусов идет в другом направлении Становится самой грязной Может быть, самой жестокой, самой подлой энергией Которая только есть И им стало стыдно И тогда что происходит Они прячутся Они прячутся от Всевышнего И голос Творца идет по саду Он спрашивает Адама, где ты? И тут, конечно, все комментаторы останавливаются и говорят Что значит где ты? Что Адам Всевышний, который везде всегда Адам это часть Всевышнего И его тело, и его душа Часть Всевышнего Он не знает, где на самом деле Адам, конечно, знает Ну, Раша, известнейший комментатор Дает нам тоже очень хорошее объяснение Он говорит, что Всевышний обращается к Адаму И говорит, посмотри внутрь самого себя Посмотри, где ты? Вот, но есть еще одно объяснение Что говорит Всевышний Адам? Адам говорит Я дал тебе свободу выбора Как ты ей пользуешься? Ты хочешь от меня спрятаться Я должен дать тебе возможность от себя спрятаться Потому что если я не даю тебе возможность от себя спрятаться То у тебя нет выбора Ты бежишь направо Это Бог говорит, я здесь Он бежит налево Бог говорит, я здесь Значит, Бог везде Нельзя Богу сказать нет Значит, если нет выбора То нету, на самом деле Тех замечательных отношений Любви, доверия Отношения, уважения Потому что все уважения Которые мы называем Уважение взаимности Они именно взаимны То есть Мы выбираем иметь отношения Мы выбираем любить кого-то Мы выбираем Уважать кого-то Мы выбираем доверять кому-то То есть у нас есть Возможность выбора Теперь Всевышний говорит Я хочу такие же отношения с человеком Мне не нужны роботы Мне не нужны рабы Как вы понимаете, да? Которых нету Свободы выбора Вот Я создал вселенную Что вы здесь мне накопаете Но я создал любовь И я хочу отношения любви Для того, чтобы у нас были отношения любви Говорит Всевышний Я должен дать тебе, человек, свободу выбора Если ты выбираешь от меня прятаться Значит, я создам видимость пустого пространства Которая для тебя будет очень реальным В котором ты будешь меня не видеть, не чувствовать Не осязать Даже не понимать, что я здесь Вот И на самом деле Мир Если мы живем с вами И не чувствуем постоянно Любовь Творца Присутствие Творца Не потому, что Всевышний прячется Это потому, что мы прячемся И поэтому Наша задача Первая главная задача Это Открыть себя И Перестать прятаться И когда мы перестаем прятаться То Всевышний всегда идет нам застричь Потому, что он всегда нас любит Он всегда готов на самые глубокие Самые интимные Самые лучшие отношения с нами И это я сам желаю Начать эту работу Шалом-шалом